Когда она молилась за церковь и за скорое возвращение Христа, эта сестра пережила незабываемый сверхъестественный опыт. Когда она молилась, сидя на своей кровати, она внезапно была вознесена на небеса, в то время, как ее тело все еще оставалось там неподвижным на своей кровати. С небес она посмотрела вниз и увидела тысячи и тысячи демонов на земле, на которых ей было больно смотреть, это было ужасно. Когда она снова оказалась наверху, она увидела дверь, которая была полностью открыта, и, войдя через эту дверь, она увидела бесчисленную армию ангелов справа от нее и бесчисленную армию ангелов слева от нее. А в середине она увидела сияющее существо, сидящее на белом коне. На голове у него была корона, а на бедрах было написано «Царь царей, Господь господствующих». Его лицо было таким сияющим, что его не было видно, но она поняла из Писания и короны, что это действительно был царь царей и Господь господствующих, Иисус. Выше она увидела ангелов еще более многочисленных, которые носились вокруг и суетились вокруг столов и безмерно в большом месте. Но сестре не удавалось понять, что происходило вокруг нее, и тогда ее взял Иисус, который сказал ей «Эти ангелы бегут, потому что им нужно спешить, чтобы приготовить свадебный ужин. Все готово, приказ уже отдан, мой отец, с этого момента все исправлено». Господь ответил женщине «Но что означают все эти демоны, которых я увидела впервые на земле?» Иисус ответил ей «В моем слове написано, что в последние дни демоны будут распространяться по земле, как никогда раньше, и теперь они уже освобождаются на землю. Вот почему мир находится в таком смятении. Эти демоны хотят этого, уничтожить мой народ. Они хотят оторвать их от моего присутствия, мучить их, рассеивать и отвлекать их, чтобы они не были готовы к моему возвращению. «Но Господь, что будет с Твоим народом? Эти демоны ужасны!» – воскликнула женщина. Тогда Господь поднял ее и сказал ей «Смотри». И она увидела огромную армию ангелов, которых нельзя было сосчитать. Он сказал «Посмотри на мою армию, она всемогуща. Но она существует для того, чтобы освободить только мой народ, только тех, кто принял меня как личного спасителя и Господа своей жизни, и кто сделал это от всего сердца». Тогда сестра спросила его «Но Господь, те люди там, не все ли они Твои?» Иисус отвел ее в комнату, полную зеркал, и, подарив ей белую одежду, он указал ей, насколько далеко эта одежда казалась белой и безупречной. Но близко. Это была довольно такая одежда, полная очень маленьких и незаметных пятен. Потом ей стало грустно, потому что пятна символизируют грех, и она заплакала, потому что ее одежда была грязной. В этот момент Иисус вошел в комнату и сказал ей «Видишь, мое дитя, несмотря на то, что ты родилась в церкви, выросла в Евангелии, ты моя слуга, что твои колени повреждены из-за молитвы, несмотря на все это, в тебе еще есть вещи, которые мне не нравятся, ты должна очиститься». Затем он говорит «Я покажу тебе нечто более сильное», и он отвел ее в местную церковь, в которую она сейчас ходит, в Колумбии. Это было в день служения, церковь была переполнена, и он сказал ей «Послушай, дочь моя, я наблюдаю за всеми службами, и, как ты сама видишь, нет совершенно белого халата». Она посмотрела и увидела, что у всех были грязные одежды. Некоторые из них были порваны, некоторые были покрыты пятнами и были темными. Но она поняла, что у всех в церкви, начиная от старейшин и вождей до обычных прихожан, были грязные одежды. Но внезапно все подняли руки, чтобы поклоняться и восхвалять Господа, и их руки кровоточили. Иисус сказал ей «Это кровь, которую вы видите в их руках. Это кровь только что совершенного греха, новый грех, а не кровь Иисуса, омывающая и очищающая от греха». И это помешало поклонению достичь престола его милости. Иисус коснулся голов людей, и внезапно их мысли стали слышны. Их мысли были далеко не обращены к Господу. Они были просто там, поклонялись Богу. Но их мысли были о вещах повседневной жизни, ухаживаниях, отправке электронных писем и так далее. Один думал о своем доме, другой о своей машине, еще один о его детях и так далее. И так до конца службы. Иисус сказал «Видишь ли ты мысли людей? В церкви обращены не к моему Отцу, а скорее к вещам повседневной жизни, к вещам мира. Вот почему поклонение этой церкви не доходит до моего престола. Их не волнует ни мое правление, ни мое возвращение». И он взял ее за руку и пошел с ней к разным церквям мира. И он сказал ей «В этой церкви я никогда не был. В той, которую я никогда не приказывал открывать». Другой управляет сатана. Они посетили много церквей по всему миру. Она спросила его «Но Господь, кто же тогда может быть спасен?» Иисус ответил ей «Все, кто омоет и убелит свою одежду в моей крови». Затем он повел ее посмотреть панорамный вид на все церкви. И внезапно она посмотрела на него и увидела Иисуса, который горько плакал. Она была очень тронута, увидев Господа, который так плакал. «Но Господь, ты плачешь больше меня?» И он сказал «Да, мой ребенок – самое худшее, что они все думают, что они спасены». И она сказала «Ну Господи, какова цель этого видения, которое ты показал мне?» Он ответил ей «Слушай». И шум нарастал все больше и больше. «Ты слышишь моего ребенка?» И она говорит «Да, Господи, это шум часов. Послушай снова». И часы остановились. Он сказал ей «Ты слышишь?» И она ответила «Нет больше шума». И Иисус сказал ей «Иди и скажи церквям». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова